Ребят, мне кажется, что скоро ни газет, ни телевидение вообще ничего не надо будет. Достаточно иметь твиттер, инстаграм и все, ты в курсе событий. Да почему это? Да очень просто. Я вот, например, целую неделю из дома не выходила, а знаю, что на улице выпал снег. Пожалуйста, какие фотки показывать-то? Это что, по-твоему, снег? Смотри, как информационные ресурсы показывают этот снег. Вот это снег. Вот это снег, вот это зима. Больше, чем правда, чуть меньше, чем ложь. Студия 7. Всем добрый вечер. Вы смотрите Студию 7. С вами бессменные ведущие этой программы Нурлан Анарбаев и Айгуль Курманова. И Алтын Копчев. И я. И у меня сразу такая новость. Газета «Вечерний Бишкек», между прочим, некая Анна Тимофеенко, пишет. Мэрия Бишкека признала поражение в борьбе за чистоту. Нет. Закончил? Нет, хотя это, наверное, та самая битва, в которой непонятно, кто зло, а кто добро. Да-да, смешно. Мэрия, так сказать, выбросила белый флаг поражения, причем выбросила мимо урны. Я, пожалуй, продолжу. В течение трех последних недель стало понятно, что мэрия не справляется с мусором. Такое заявление 18 ноября сделал вице-мэр Бишкека Олег Попиков. Ой, как это? То есть с момента основания нашего государства, как независимого государства, это, кстати, уже более тысячи недель, было непонятно. А тут вдруг бац, и все ясно. Сразу стало все понятно. Сразу стало все понятно. 90% предприятий, которые мы привлекаем к субботникам, говорит Попиков, игнорируют их. Мусор складируют на площадке Тазалыка. В настоящий момент у нас есть 47 мусороуборочных машин, а по нормам положено 268. Ой, блин, ну что заморачиваться? Сделали бы уже как в Голландии. Вот, например, в Амстердаме за уборку улиц, подъездов и прочих муниципальных территорий алкоголикам платят пивом и водкой. Молодцы! Вот сразу бесполезную цепочку убирать. Раньше-то как было? Начало отработал, потом деньги получил, пошел накопил на автомобиль, купил автомобиль, с радостью обмыл, выпил. Потом в аварию попал из-за того, что обмыл, а потом обмыл из-за того, что... С горя выпил. Да, с горя выпил. А сейчас что? Отработал, все, выпил. Да сразу с розом печени платили бы. Мне кажется, у нас такое не пройдет, потому что наши возьмут авансом, пропьют, на работу не выйдут, уволятся. Поэтому это не работает. Кстати, пока мы не перешли к следующей новости, сразу... Айгуль, ты мне должна 500 тысяч. О, с чего это вдруг? А вот с чего, смотри. Бизнесмен хочет взыскать с пенсионерки. Пенсионерка? Да. Не-не, это не о тебе. Ты послушай, с пенсионерки полмиллиона сумм за оскорбление, сообщает агентство Кей Нью. Нашмар. Нееет! У тебя все в порядке? Нет, в порядке. Тут нужно более подробно разобраться. Давайте разберемся. Давайте разбираться, давайте. По нашим данным, в 2009 году под магазин бытовой техники «Техников» были произведены строительные работы по перепрофилированию нежилых помещений. В результате ремонта произошел самовольный перенос стока сливных вод из вертикального положения в горизонтальное. На откровле и квартира, в которой проживает Дружинино, что впоследствии стало причиной залива ее квартиры. Из-за постоянной повышенной влажности, понижения температуры, квартира существенно ухудшила свое имущественное состояние. Все эти тяжелые условия стали ухудшать и без того болезненное состояние пенсионерки. Наряду с вышеописанным судебным разбирательством, Игорь Ястребов, это бизнесмен, заявил, что Дружинина Ирина Юрьевна, пенсионерка, якобы назвала его козлом и подал соответствующее заявление о привлечении ее к уголовной ответственности с взысканием с нее 500 тысяч сомов за причиненный моральный вред. Так я согласна с пенсионеркой. Ну какой же он бизнесмен? Ребят, что-то я не понимаю, вы вообще за кого? Человек трудится, понимаете, пашет в ходе лица, работает. Круглые сутки, можно сказать. Во благо народа. А тут какая-то пенсионерка, сидит дома, значит, пошла на почту один раз в месяц, получила свои пять тысяч сом пенсии, обратно пришла. Опять села, опять свои сериалы смотрит. Я не знаю, вообще. Вот поэтому, поэтому. И что теперь из-за этого его козлом назвать, что ли? Поэтому я надеюсь, что, нет, мы надеемся. Нет, не только ястребов. Ты перестань. Мы надеемся на справедливое решение суда. Да. И на то, что у Ирины Юрьевны наконец-то проснется совесть, и она выплатит эти несчастные 500 тысяч сомов честному бизнесмену. А это, к слову сказать, полмиллиона. Но я так посчитала, с учетом размера нынешней пенсии, причем если пенсионерка не будет тратиться вообще ни на что, питаться только воздухом. Ленин будет лежать. Да, да, да. То лет через 10-15 вполне реально, что она расплатится. Что такое 10-15 лет наше время? Тем более для пенсионерки. Да. Ну ладно, все, давайте от наших пенсионерок, так сказать, перейдем к жителям заграницы, забугорье. Вот такая новость. Жительница Флориды вступила в брак с колесом обозрения. С чем? Честно, с колесом обозрения. А, мне послышалось другое, а с колесом нормальное. Что-то похожее в золотых песках в этом сезоне было. Да ладно, давайте мы вдаваться в подробности. Жительница Флориды, зовут ее Линда Дучарм. Ранее, кстати, она имела романтические отношения с самолетом, с поездом. Но в итоге вышла замуж за местное колесо обозрения, которое она называет Брюсом. Ищешь, какая ветреная, а? С самолетом, с поездом. Не, я понимаю, что если бы вы самолете, вы поезд. Ну, вообще какая-то ветреная. Ну, это все почему? Почему? Потому что ее бросали, наверное. Да, и можно себе представить, если... После того, как ее бросили. По-нашему, по-женски, с девчонками выпила, звонит. Алло, диспетчерская, борт 515, к телефону позовите, пожалуйста. Ну? Че молчишь? Так и будешь дышать в трубку? А когда ее возлюбленный поезд на три часа задержался, какой скандал, какую истерику она устроила. Весь вокзал до сих пор вспоминает этот момент с содроганием. Ну, а потом еще месяц с ним не разговаривала. Обиделась. Обиделась, да. Кстати, по словам Линды, она влюблена вот в это самое колесо обозрения, скайдайвер, который он называет Брюсом, уже несколько десятилетий. Конечно же, как у всех в их отношениях были и взлеты, и падения. Ну, а вот с предыдущим, кстати, может быть, я так предполагаю, не получалось, да, потому что родители не принимали, а тут привела домой колесо. Знакомьтесь. Высокий. Это Брюс. Красивый. И главное, постоянный. Привинчен. Теперь уже не женился, так женился. В общем, что пожелаем молодым? Совет вам до любой, до ума побольше. Эта фраза заканчивает каждый той, айгулей и алканей. Я предлагаю перейти к более серьезной новости. Заявление гемпрокурора Аиды Соляновой. Так. Раньше в Кыргызстане не было опыта ведения следствия по фактам коррупции. Слушай, так получается, до настоящего момента коррупция у нас в Кыргызстане была ненаказуема? А может, просто люди не знали, что такое коррупция? Может быть, у нас и коррупционеров не было, раз дела не заводились до этого времени. И вот так вот на пустом месте она взяла и появилась. А вот она я. Слушай, это как мыши, да, не было, не было, завелись, завелись коррупционеры. А может быть, все это могло произойти совсем по-другому сценарию. Вот, например, как сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok С Sveng då. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...